здоровья желаю друзья сейчас несколько слов ну не несколько так пройдусь немножко политики покажу вам свой взгляд на на происходящее вокруг то здесь уже политическую кашу многие знаю да уже давно это все тянется пресса хотя бы не было там грузили по мозгам хозяева идеологические и люди в принципе всем было пофиг ну по крайней мере идеологически закручены были только заинтересованы лица которым для которых это была работа сейчас же и при этом открытом политическом сраче когда существует многопартийность так называемая когда скрытая религиозная война идет как на украине сейчас то есть что делают отбирают просто взяли власть создали новую организацию и потому что она тоже православное название взяли да им пофиг и просто отжимают сейчас собственности храмы и а и где храма там и люди то есть души людские по забирать и потихонечку они их перетянут и будут свою политику проводить этот политический срач продолжается уже уже бесконечное количество времени 2000 лет юдо христианской эры он вот этот срач продолжается то есть начался он с того что там сначала разделил разделились эти самые на право от ортодоксов на западе называют православных ортодоксальной христианской церкви ортодоксами так называемая отделилась византийская церковь от нее отделилась католичество и время села сама мы сами себя хозяева ну и начали править там единолично они поделили территорию византия там взяла свое католики своем а тут тебе еще старые хозяева душ человеческих объявились это сетевики иудопротестантские то есть не нужно думать что их действу как бы это это нечто отдельное было все время нет купцы это в принципе всю религиозную раскрутку сетевую еще до до появления до появления организованного христианского христианство до того момента как христианство соединилось аристократии время вот они и купцы строили строили свои сети еще на китай торгов на торговых путях им нужно были для чего строились любезная организация общины создавать для того чтобы можно было перевозить товар спокойно от одной общины другой где-то оставлять где-то долговые бумаги писать расписку мы приняли да вот это и организация это уже надежно так появились деньги бумажные кстати и млм вот этот распространение то вся община за ним занимается продажей товар привезли из китая и пока там пошли распродавать там у меня есть то есть то за мешок пшеницы вот это тебе потом это все конвертировать золото и потом конвертировалась по власть таким образом религиозные общины захватывали власть вот и без вся политика вот еще до того как появились политические партии и с этими сетями которые в европе успешно функционер они не были иудеями их не называли или протестантами не называли сейчас их называют староверами у нас а их как угодно назови везде учителя ходили равен и в христе тех которых всех так у которых учитель христос был у тех который учитель павел был и в общем достаточно было этих самых просто каждая каждая община имела право себе вот думать как она хочет как ее учитель там себе воображает не было какой-то централизованность поэтому иудеи конкретно иудеи они там сохранились только в купеческой среде самых богатых в роду закрытая то есть они они вместе с цыганами ладили то есть цыгане это же транспортное средство во времена торговли развивающейся торговли они же как перевозили товар цыгане учат фурами возят а раньше табор взял нагрузила не все вместе хопа повезли куда-то и везут продают 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 цыгане и евреи протестанты все едино это одна была форма потому же это умные ученые в восемнадцатом девятнадцатом веке начиная начали все расписывать как это есть всех поставили на одно по разным углам растащили а гитлер вот евреев и цыган не различал ника то есть у него там своя точка зрения была видимо работали на него люди которые не различали евреев и цыган сейчас евреи защищают также цыган то есть это старый такой конгломерат вы правильно никогда не встретите в православном цыгана в православии или там в католицизме они всегда протестантская протестантскую религию проповедуют вести на западе они просто протестант это наши цыгане могут допустим молиться православного храма ну иисус один и тот же право протестантов иисус и здесь иисус одно и то же как если нет протестантских каких-то этих данном месте то они могут и в церкви сходить но это принципе не важно это как пример показать как зарождались политические вот эти политические терки то есть главное это никакая не политика черную кошку привести вот как власть захватить пришел табор пришел табор в какой-то поселок да ну и что и начинают рассказывать гадать рассказывать о черной кошке разных предрассудках внедряют определенную идеологию вот этого дьяволизма мистифицируют все и тогда уже когда определенное количество людей это сама не могут свою политику распространять то есть страхи распространять и потом власть в конце концов оседают становится община становится богатой она становится уже берут власть свою руку то есть вот таким образом уже со временем иуда протестантские общины создавая учебное заведение они все это с помощью власть захватывать с помощью образования подавляющее большинство самых 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 престижных университетов европы и в сша даже на скидку не знаю ничего можете проверять неправильно больше 90 процентов иуда протестантское направление хозяева спонсоры являются олигархия иуда протестантской или же чистых людей по моему там вообще не существует главное это они как бы читают иудеи считаю себя по крайней мере равен эти и сама считают себя как бы программистами а христиан считают этими менеджерами по распродаже идеал идеологии то так типа примерно открыто говорят уже много информации на это чудо иуда христиан и христианство это дочерная религия иудаизма а протестантстве главных главными авторитетами для протестантов являются равен и христианство я воспринимаю как дочернюю лиги юдаизма который распространять еврейский идеал человечеству в этом смысле христианства замеется замечательная достойная вещь евреи это отделы разработок христианство это отдел маркетинга и сам удобно такой вписываться какая фразу строить и она распространяет еврейские идеи евреи сами не занимаются спространены и сами занимаются разработками и это со нормальное разделение как будто у нас всегда во всем цифра один кроме своих учителей еще главнейшие равен и которые вообще заведуют идеологии направления такой страну в сторону идти для разнообразия можно раздробить вообще полностью там нас легион столько же этих общин протестантских каждый из них живет своей жизнью и но они едины и вот в этот этот мир сейчас наползает на на россию да то есть не хочет дать россии чтобы она поднялась чтобы чтобы здесь бизнес шел чтобы на нефти деньги покупались технологии а это им лучше конечно чтобы просто древесина шла там она потом будет из нее будут делать деньги налог на добавленная стоимость этот на нее накручено и здесь уже по 10 копеек здесь купили там добавили еще 100 рублей и сюда уже за 200 продали это как израиль живет там он живет на высокотехнологических этих самых технологиях заводов понаставили там линзы делают такие маленькие для глаз но это же нужно уметь это сделать нужно станки такие делать маленький тайвань так живет чипы там маленькие чипы там тайваньчик острота небольшой а все компьютеры на этих чипах работы по всем мире а здесь извините меня технологии не дадим вам потому что вы должны на дровах жить и лапти вязать себе потому что высокотехнологичного такая хренатень стоит тысячу долларов а это же тысячи долларов за кубометров охренеть сколько этого дерева нужно за это отдать или угля вот пожалуйста или руды какой-то железной потом ее хотя хотя лучше здесь что переплавили туда-то стали там такую детальку сделаю такая кучка деталей стоит будет столько сколько вагон этой руды то есть выгодно такими торговать и получать супер прибыли поэтому война идет не хотят чтобы россия поднялась то есть существует мировая мафия а это мафия кто-то думает что все это опирается на право хотели бы мы так думать хотели бы все что все так красиво на западе там у нас мы знаем что у нас что в россии воры все это сам существуют деньги непривычные люди чтобы им деньги давали они просто правильно все делали нормально по-человече как от души потому что только деньги в руки попали государство по нужно придумать как удешевить процесс чтобы себе на карман положить как бы украсть то есть никто не учит быть честным вот странно религия учит быть честным посмотрите в библию там написано что-то от честности там от рахи написано что нельзя чужими трахаться воровстве что реально нельзя у кого-то отобрать а честность ничего поэтому если ты реально просто-напросто взял нечестно путем взялся приписки там сделать как бы все нормально это аферизм слова аферизм в негативное звучание имеет только в россии на западе аферизм это официальное нормальное название бизнеса бизнес афера то есть ты вкладываешь деньги ты рискуешь но ты можешь также в германии говорят что аферизм был это название слова аферизм это когда молодой человек женится на старой богатой тетке вот это аферизм то есть ты рассчитываешь получить прибыль таким путем ну и что там все нормально это аферизм фармакологический аферизм это нормально ты прокатила прокатила не покатила ты они миллиарды долларов судах ежегодно платят за ущерб когда люди доказывают в судах что именно с помощью из-за фармакологических этих самых препаратов у них здоровье повредилось то есть они должны доказать еще это могут доказать только люди которые имеют деньги которые имеют на что их это самое чтобы вложить в адвоката чтобы он хорошего адвоката который стоит да и он докажет что вот из этого из-за этого из-за этого произошло то что человек потерял здоровье а какой-то обычный работяга да или там человек который звезд с неба не хватает сбережений никаких нет или боится свои сбережения потратить на на все про все поставку сделать у меня аферист по натуре нормальный человек просто живет он разве можете позволить все сидят молча когда их просто-напросто аферисты делают это сам бизнес заправляет заправляет политикой бизнес заправляет медициной всеми сетями на мукой заправляет то есть не заплатят как кому заплатят в ту сторону работают а это же еще и идеология кстати самое интересное что науки идеологии нет ребята нет науки о идеологиях вообще нет существует идеология такая 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 нам всем курят вот это все это сам а вместо того чтобы показать что религия это тоже идеология что политическая идеология что-то идеологии что показать в доступной форме сейчас же это просто что все влияние в идеологии то есть и скелет как это происходит тогда человек если ему дали знания в школе это простым языком не нужны сложности он бы понимал что где грузилова кто лечит мозги человеческие так нет этого все это скрыто каждый там где есть такая диалоги пожалуйста коммунизм дадут вот посмотри как хорошо вы будешь какую картинку ты нарисовали социалистический строй так хорошо тебе такую дали на выбор выбирай капитализм хочешь демократию демократика же вообще рай для гомосексуалистов прошу заходите дорогие друзья группой все гомики топят 99 процентов за демократу за демократа потому что там разрешают официально целоваться в эти браки делать вот они это выше идеал открытость наконец-то с подполья вылезли физиологически иные или иные по-своему а никто не думает о том что как у какой вред наносится из-за того что людское неведение людей не учат жизни их учат послушанием в школе воспитание идет только тебе оценки 5 поставил ты должен слушаться торнки туда 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 управление стадом неужели это это управление государством в раньше до государственности люди как-то жиль а жили они по понятиям жили по понятиям да вот что хорошо они считали что батя сказал как предки сказали все село вся область все это сама одни живут по понятиям то есть быть человечным никто не знал что такое врать никто не знал чтобы воровать не знали они всех этих вещей люди простые нормальные были потом появилась вот политика потом появились общины то есть общины община религиозная и государственная это принципе одно тоже только разница в том что религиозная она пока олигархическая развивать свою внутреннюю олигархию держится на богат богатствах общины которые плавно переходят в личные и потом через столетия тысячелетия вот эти из олигархии появляются аристократы которые выделяются и рот их идет они становятся уже аристократами то есть на религии как грузанули людей из них выскочили самые такие крутые поднялись если сумели сохранить богатство их и раз это самое и пошли теперь аристократы они уже создаются новые религии которые тоже хотят начинают аристократе конкурировать с религией и обратно так рвутся 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 те аристократ их аристократов в начале двадцатого века что сделали истребили в россии вообще под корень в европе так их подполье загнали сейчас единственное поставили так фишку эту британскую королеву такую фишку ей показывать его так вот найти смотрите вот принц эндрю там новых каких-то пиарят всех этих вещей все а жизнь то идет аристократические аристократические семьи владеют землями огромным богатством это роды продолжают существовать они занимаются на западе всю науку за это самые все высшие чиновники научные они занимают неужели кто-то думает что академиком на западе может стать или это самое какой-то просто безродный а посмотрите на этих трюдо посмотрите на премьеров молодых пацанов откуда их вытаскивают их вытаскивают из аристократов из бывших потому что они в одной упряжке все едут и вот получается что эти менеджеры аристократ это сейчас демократический обком сша иуда протестантский обком который назвали демократический чтобы скрыть же до название же домасонство и вот скрыли это же домасонство и написали демократия изменили раньше было на же домасонство все изменили сейчас этот обком держит этих аристократов за шкварку и то есть деньги им дает и они живут все так так устроен этот политический мир нету в современной европе ни одного президента ни одного премьера который был бы просто личность в франции были маргарет тэтчер была мне кажется более менее самостоятельно все времена прошли сейчас полностью golden каш или саш этот сам вот эти банки институции которые готовят и содержат этих президентов премьеров находят им работу в разных консультантами большие после уже после премьерства после президента зависимости от того насколько у них мозгов них тусует и вот они вот этим менеджерментом занимаются европейским то есть не с кем разговаривать фактически нет самостоятельных людей все общинное все общее а все управится каким-то ну бизнес научными этими самыми концепциями они создают на базе научного института аристократическую концепцию правление этим миром каким образом можно его этими людьми управлять все как стадо бегут это в коммунизм то в социализм потом оставляет говорит голый капитализм оказывается что упал соединение с сексуализмом сексуальными свободами полностью интеграции человека его мысли с рождения опускания на уровне гениталий получается что получается стада воспитывают а это коммунизм то есть глобализация это коммунизм с руководящей ролью партии как всегда ничего не изменилось все это название фишки которые как лозунги людям дают и они как ослы за морковка идут туда или туда политизации общества нахрен нужна эта политизация и наши ученые как бы по идее должны но они как ослы смотрят на эту авторитетов европу уже сотни лет с петра первого и кучи все сдирают только мысли самим мозгов не хватает так нужно их направить туда пускай работают пускай придумывают новые 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 мысли создают они копируют их несчастные убогие ученые российские академики умные я смотрю там даже они вещество с существом путают некоторые очень смешно если посмотреть публикации которые публикуются это вообще кошмар дикий представляете что творится сми дали в руки теперь они могут бесчинствовать или создавать такие программы как коронавирусная программа это же программа по распродаже вакцин создается рекламная кампания запугивание и потом втуляние всего да мы еще не знаем что там подводные камни каким образом добиваются таких эффектов если в начале начале 20 века там использовали хлор для отравлений использовали в общем пытались практиковать отравляющие вещества на поле боя потом оказалось что появилась это испанка то есть гриб испанка который у неё жизни столько-то столько-то столько людей то есть они газов пустили распустили все надышались и те кто пускали и те кто там это умерли сразу они посчитали а потом когда начала народ начал умирать вообще там это самое то есть придумали вот испанка гриб они массу отравляющих веществ начали друг дружки туда под соревновались кто кого отравить сильнее на поле боя вот оказался потом все свалили на испанку вот она убивает они потом еще начали колоть лошадиные дозы это как-то называется препарат от головной боли я забыл стриптаминя этот самый очень неважно в интернете можно найти чем лечили испанку в начале 20 века это одуреть можно сейчас головной боли эту таблеточку беру так и так просто глотаю для плацебо такое а тогда лошадиные дозы увеличивали увеличивали а люди умирали они не знали почему они умирают люди эпидемия всех собирали все это самое а до этого что было технологический бум до чума 20 какого-то там века было а чума началась очень интересно крысы в блоке оказывается у крысы ребята естественно какой-то дури от высоконаучный взял отраву придумал отраву хорошую для крыс и начали они во все норы висела все везде впихивать эту отраву крысы это естественно травилась трупы там разлагались огромное количество трупов этих миллионы этих крыс даже мультик есть про этого труба дура который крыс выводил и это но ничего не это отравление и вот эти это трупный яд разлагается и травит людей все в этом в домах в атмосферу и начинается паника оказывается чума пришла а плюс к этому еще оказалось что совпало так случайно может не случайно из из китая пришла весточка что китайцы углем топят и весь народ люкнулся в новый бизнес и начали копать шахты бурый уголь в течение тридцати лет этот бизнес превратился что в каждом доме вот этот полили этот уголь развозили и вот этот чат идет от этого это очень страшные смороды это отравляющие вещества плюс крысы и пошло эпидемия все все свалили на чуму а сейчас чума себе пожалуйста вон там на магадаскаре успехнули и возговорит что рекомендует ну старайтесь не пить воду там где чумой болеют и вы не найдете ни одного снимка где вот эти черные пальцы или что есть в интернете пару снимков не видно что облита чем-то это самое вот показывать чематка где она вакцину что лет не приду нет она сама просто ушла туда в африку или где-то в перу в горах у них там постоянно периодически возникает и она не распространяется сколько миллионов она сажала в средневековое вот политика вот дурно это медицина это бизнес все на этом чем больше заболевших все всем правят деньги абсолютно все что делать ребята давайте загрузим ученых давайте кнут и пряник деньги им давать на то чтобы они создавали и создавали мотивы это самое каждому институту нужно дать задание сгенерировать задание чтобы первое один институт моделирует будущее российское чтобы через год уже просто-напросто было десятки вариантов которых можно выбирать и разумно это сам если будет детский лепить хреново на хрен сокращать как было сокращение еще в два раза и пока не останутся те которые или не начнут воспитывать здравомыслящих людей они не тех которые сидят пробирках эти самые красители итогом эти клетки бьют и смотрят только тупо на это все вот научные сотрудники играются в этих самых приборы на это придумывают все и для главное очень много умных слов на говорить потому что если кто-то увидит бесполезность что наука это самое бессмысленно только деньги общаковой забирает этому она нужна и нужно мобилизировать мобилизация вот дает деньги должны создать вот этот этот поставленные цели должны реализоваться не реализовываться нахрен убирать этих всех ставить новых если не справляется вообще отрасль ликвидировать ее дармоедов нет и создать именно такую политику постоянную результат на результат работать чтобы там шуршали также и в идеологии нужно создавать методы обучения которые бы которые бы были полезны людям которые подготавливали жизнь чтобы он закончил школу он же умел шить колоть стругать пилить на своими руками что-то все делать умел раз второе чтобы умел умение организовывать показать что такое организация как нужно организовывать ведь россия страдает из-за чего из-за политиков там не за тех санкций а из-за того что отсутствие умов которые бы могли создавать технологическую цепочку чтобы можно было деньги вложить и чтобы сами все добывали они тут купить там купить сам дешевле все это сам нет ребята у нас есть научные институты нужно чтобы каждая фирма имела свой прикладной институт который выпускать именно специализированных специалистов которые именно робототехники в компьютерных программах заточенных на ту или иную отрасль жесткая специализации привязывания специалистов должны готовить профильные они просто в этом специалист куда пойдешь в науку или туда а по хрен туда садиться менеджером каким-то работает нужно изменять этот мир потому что если будем на на запад кивать и все это ссылочность вот они там лучше они там учат да них и на ней не лучше просто здесь мы беда у нас организация не учат в школах организов организовать разные вещи не факт организ что учитель что-то под палкой организовал что нужно детей учить как организовывать нужно детей учить схемам что такое идеология как политики воздействует на мозги как религия воздействует на мозги это все не просто загнать в группу чтобы оси света и споку чтобы покой был все вот они пасет это стадо и все все нормально там главное чтобы не пили это политики собрали в парке всех и так мы между собой там бодаются давайте как это команды футбольные одна команда на другую болельщики там поддерживают драки надо устраивать даже дурдом нахер кому он нужен неужели практичность нормально не лучше лучше так нужно задумываться о образовании собственном образовании они скопированы оттуда где только пидоров растят а гомосексуализме рассказал как рождается гомосексуализм и ничего плохого не могу сказать о людях несчастных которые ну такими родились и проделись они нормальными а потом случилось так что по неведению о чем-то неусмотрению кто-то добрался до сути ребенка и сделал его таким и об этом должны быть науки сейчас вот электрика коллекция какая-то начинается проскать дом энергетичным и вот а политика это все равно собачь только вот единственное что жалко что это община сейчас община просто-напросто дает деньги украине дают оружие украине ну посмотрите были нормальные люди быть нормальные люди все мы были одинаковы и вдруг появилась вера называющаяся национализм и все начали у украинцы вы знаете просто-напросто я никогда не знал советского союза что такое национализм все были равны приехал польшу и тут смотрю а здесь детского сада детей учить я поляк малый я там стишки это сам то есть удивился я никогда себя в грудь не бился я русский никогда просто смысле даже не пришло а их у тебя школе я поляк сейчас украинцев ночи ли я украинец это же религия они верят в чушь созданную конструктивистами образ это же новая религия политическая ничем не отличающаяся сейчас миллионы верующих а посудно органы самоуправления туда внедряются протестантские все эти самые деятели потому что они турчинов и туда и там они начинают постепенно они же не будут сразу так на хама но они политику то свой право ведут религия внизу политика вверху политику видать лиги так не очень и потом потом окажется что пум откуда столько фанатиков они же верующие ну пора веру как-то пересмотреть может в современном мире образование вот это доступность информации может можно растить здравомыслящих людей есть было такое старое старинном понятие разумность разум разум единый ум целостный разум а для этого нужно информацию жизненную давать нужно не врачам давать информацию о том как лечить а детям нужно давать информацию как здоровым нужно половину времени чтобы они тратили на практические занятия или не стругание создавание творчество какое-то организация что-то программы где научные сотрудники давайте шурупки а вторую из этой половины там физические занятия утром как в китае все стали вместе хоп 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 вот тебе и на всю жизнь и дети будут потом выходить в парк и стесняться и делать зарядку вместо того чтобы идти в аптеку и платить этим кормить этих хреновых дармоедов фармакологов которые хренатень разную делают лечит они печень лечит не получится ребята все кончилось это время сейчас даже с этой вирусной канителью организм пытаются мобилизовать с помощью отравления организм должен сам справляться чтобы ему помочь нужно физически заставить людей работать бассейны массажи главное вот так их мусолить щетками каждый день вместо иглоукалывания щетка одежда обычная целое тело друг друга вот тебе где здоровье вот тебе кровообращение поменьше жрать или посты делать любишь кушать я вот люблю кушать кушаю кушаю потом раз пост делал и вот все это взаимосвязь политики и жизни она принципе едино но это все растянули посмотрите ну это показывает политическое кино вот и религиозное кино вот тебе другое кино на выбор на выбор а ты собери это все и станешь целостной личностью политизировать и стать фанатом какого-то сериала бразильского или то или это будет другого это это небольшая невелика заслуга но сам человек не сможет это сделать если это не будет создана программа в которой он должен воспитываться тело его должно воспитываться а мозги образовываться то есть картину мира описание должно иметь идеологию создайте науку идеологиях упростите и покажите сравняйте политику религию и все станет ясно и все религии покажите а не прославляйте только одно свое самое лучшее в мире а если есть самое лучшее начались худшее значит существует дьявол и существует бог а если убрать это все может реальность выявить